Жители Нижнеудинска в панике. Уже затоплено 110 жилых домов. Питьевая вода заканчивается, обрывается сотовая связь. Все силы МЧС брошены на спасение людей от стихии. Проливные дожди ни на секунду не дают расслабиться. Уровень воды в реке Уда постоянно повышается. Топит и садоводство, и приусадебные участки. Людей эвакуируют в пункты временного размещения. Там всё в полной готовности для принятия жителей. Там вода прибывает. При заезде в садоводство воды не было через дорогу. На обратном пути буквально через полчаса уже вода поднялась и уже, получается, через дорогу идёт. А в садоводстве остались взрослые люди, которые отказались от эвакуации, которые сказали, что мы так переживем, уже к этому подготовились. Некоторые решили пережить буйство стихии на крыше. Передвигаться по улицам уже невозможно. В помощь идут сплавсредства. А мост через реку Уду, по которому проходит федеральная трасса Сибирь, под угрозой потопления. В некоторых местах его подмыло так, что движение затруднено. МЧС обещает закрыть мост через реку Уду. Через час. Вода подошла под самым покрытием асфальт. Сейчас под угрозой затопления Тулунские и Зиминские районы. В посёлке Аршан Тулунского района из берегов вышла река Ия. Её уровень достиг 690 сантиметров при критических 7 метрах. Эти фото присылают очевидцы. В самом Тулуне под наводнение могут попасть 887 домов. В Тайшетском же районе критической остаётся ситуация в посёлках Сереброво, Солина и в селе Талое. Во всех муниципалитетах развернуты пункты временного размещения для жителей потопленных домов. Администрациями подготовлен транспорт на случай возможной эвакуации населения. Во всей Иркутской области введён режим чрезвычайной ситуации. Мадина Халикова. Новости сейчас. Мадина Халикова. Новости.